Сейчас объясню, почему я так сказал, потому что эти две главы, они между собой тесно связаны. Еще раз, смотрите, конец самой 17 главы Откровения, а потом целая 18 глава. Помните, что это видение Великой Блудницы, оно показано Иоанну, одним из семи ангелов, имеющих семь чаш. Помните, да? Помните, да? То есть это имеет отношение к самому концу. К самому концу. И теперь, смотрите, последний стих 17 главы Откровение говорит. Женщина, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями. В древности наверняка вы слышали о городах-государствах. Ну да, но он внутри Италии, как бы, ко мне важно, что он святой престол и отдельно как бы существующий. У него своя гвардия игрушечная такая. И он гораздо больше внутри, чем снаружи, кажется. И, допустим, если вы вспоминаете название предыдущих империй в истории, то вы находите очень интересные подробности. Например, первая империя из перечисленных книг у пророка Даниила какая? Золотая глава? Это Вавилон. Вавилон. Новоходоносор – Вавилон. Вавилон – это и город, и империя. Потом мы проходим Персов-Медян. Ассоциация с каким-то определенным городом явно не прослеживается. Потому что они захватили Вавилон и сделали его тоже одной из своих столиц. Город Сулзы упоминается. Но как Сулзская империя, мы ее не знаем. Дальше. Идет Греция. Греция тоже развивалась постепенно. Была критомекенская культура, до-греческая, была чистая греческая культура. Был Кипр. Различные моменты, вот эти вот средиземноморские культуры, которые потом объединились под знаменем Александра из Македонии. Александра Великого. Да? Триста тридцать третий год до Рождества. Потом приходит Рим. Но интересно, что Грецию мы не знаем как Афины. Как Афинскую империю мы не знаем, правда? Ее Эллада называли. Эллинская культура. Афина столица. Македонская, тоже македонская, по-моему, да. Но с городом тоже никак не ассоциируется. Со столицей своей империи. Но смотрите, что происходит с Римом. Рим, он помимо того, что это город, это еще и большая-большая, очень сильная империя. И имя города соответствует названию империи. То есть, получается, из всей этой череды империй книги Даниила мы видим только Вавилон и только Рим. Я думаю, это не случайно. Потому что Вавилон – это самый упоминаемый город, самая упоминаемая империя после Израиля и Иерусалима в Писании. Это главный враг, духовный враг Израиля, Божьего народа. Да, это символ вот этой мирской духовности, псевдо-духовности, псевдо-религии. Согласны? А почему Рим? Почему Рим обозначен как имя, не просто название империи? Потому что во время Римской империи приходит Христос. Он умирает и воскресает при первом этом Риме, его первое пришествие. Мы также в пророке Данииле находим, что продолжением Рима оказывается последняя империя ниже колен этой статуи, этого образа, этого истукана. Ниже колен, голени и ступни, где железо смешанное с глиной. Написано прямо там, у Даниила, что эта часть, эта последняя империя, имеет часть силы от предыдущей, то есть часть от Рима. Понимаете, да? И видя зверя, выходящего из воды в 13 главе Откровения, мы видим интересную комбинацию зверей, которых также видит пророк Даниил в своей книге, описывает их. И в этой комбинации господствующие черты от Вавилона и от Рима. Вавилон, его слава и богатство, потому что две крайние империи, в течение которых мы прослеживаем историю Израиля до последнего момента. От момента жизни Даниила до второго пришествия Христа. Да? Вавилон начинает эту последовательность, Рим ее заканчивает. В ослабленной форме, но это все еще Рим. Понятно? Поэтому, да, сейчас все еще, согласно введению Наук-Заносора и толкованию Даниила, да, мы получаем продолжение Рима, ослабленного глиной. А глина – это люди, это демократия, это то, из чего ты лепишь, это человечество, это человеческая природа, податливая в руках того, кто ее формирует. Понятно? Вот. И что мы видим? Рим, с точки зрения религии, ну да, большая влиятельная организация, римская католическая церковь, да? Но она сейчас имеет хотя бы, ну, чисто вот внешнее, меньшее, казалось бы, да, влияние, чем когда-либо, когда-либо. Бывали дни, да, когда действительно цари кланялись и прикладились и поклонялись этой священной Римской империи. Но смотрите, что происходит в 15-16 веках в Европе. Целые страны уходят из подчинения Рима. Это и Германия, это и Швейцария, это и Франция, это и Великобритания. Целые куски Европы отваливаются, уходят, используя момент реформации. Да, понимаете? Каким образом Мартин Лютер выжил, потому что его, в принципе, должны были сжечь на костре, как иеретика? Что его спасло? Знаете, что здесь спасло? Потому что в том, какую популярность он приобрел в среденемцах, в германских землях, князья германских, феодалы, увидели шанс уйти из-под гнета Рима, из-под гнета Ватикана. И они взяли его под свою защиту и сказали Ватикану нет, мы тебе его не выдадим. Он наш, фактически элитеранство рождается в Германии. Это такая родная, нативная ли религия внутри Германии. Понятно? И подобным же образом откалываются куски, большие куски, очень влиятельные, важные куски для Римской империи. От юга до самого севера. То есть мы видим ослабление влияния политического у Ватикана. Тем не менее, с восходом на престол, с хождением на престол нынешнего Папы Римского, это уникальное вообще время, уникальное событие, уникальный человек. Потому что он принадлежит к очень интересному ордену католическому, иезуитскому ордену, который был учрежден, кто знает когда. И зачем? Иезуитскому ордену. Сказать? Ну, не преследование это. Да. Да и на веру. Сразу после возникновения очень мощной реформации в Европе, католическая церковь решила решать проблему. Потому что с этим надо было что-то делать. Потому что если этому не воспрепятствовать, развалится вообще все. И утратит империя, Вавилон, не Вавилон, а Рима, свое влияние даже за океаном. Потому что мы видим, как от преследования в Европе убегали протестанты куда? В Америку. А большие куски Америки находились под влиянием именно римской католической церкви. И по сей день испаноговорящие страны, да, они все находятся под властью фактически Папы Римского. Несмотря на то, что они демократия или там диктатура, неважно. Масса людей, они следуют за именно этим учением. И что возникает? Много лет подряд. В городе Трент. Его по-русски называют Тридент. Трент. Проводится Вселенский католический собор. На котором поднимается вопрос, что нам делать с протестантами, с реформаторами. Надо заканчивать. И возникает орден иезуитов, которым поручено противодействовать не только протестантам, а вообще всем другим религиям. И эти иезуиты, они превращаются в религиозных полугосударственных шпионов, которые имеют индульгенцию на любое преступление. Они внедряются во все структуры, включая религиозные, политические, повсюду в мире. И вот решение Тридентского собора, то есть в чем состоит индульгенция. Если, например, человеку, этому самому шпиону от иезуитского ордена нужно проникнуть в какую-то из арабских стран, он имеет возможность формально совершить обращение в ислам. И начать следовать у этого пути Мухаммеда и ходить на эти молитвы по пятницам, и совершать и хадж, и все остальное. То есть слиться с толпой. Ради какой цели? То есть ему грехи его, которые он совершает на этом пути, включая убийства, прелюбодеяния, соблазнения, взятки, что угодно. Кражу, чего угодно. Заговоры. С какой целью все это делал? Для продвижения и утверждения влияния Ватикана. Это ни для кого не секрет. И решение Тридентского собора до сих пор в силе. Как бы себя не вел Ватикан сегодня, дружелюбно ко всем остальным, он не был отменен. Понимаете, да? И когда... Это 16 век. То есть когда мы видим сегодня Папу Римского на престоле, который является иезуитом, мы можем ожидать любых компромиссов. Любых. Неважно. Потому что лояльность иезуита, она не к Иисусу. И не к Божьему слову, а к главе своего ордена и к его приказам. Его лояльность, его верность. И он присягнул на верность. И можно прочитать клятву иезуитов, это тоже можно в интернете найти. И молитвенные практики, дыхательные практики, медитацию иезуитов, которые через изменение сознания должны фактически отрубить свою совесть и совершать преступления ради интересов своего ордена. То есть единственной целью этого ордена являлось противодействие протестантству, реформации. Понятно? То есть это то, что есть. То, что мы сейчас имеем. То, что на поверхности. Всяких тайных вещей мы можем не знать и не знаем. Но это в принципе не важно. Важно стремление к продолжению влияния. Теперь 18 глава, следующая часть Вавилона, это третий Вавилон, финансовый и политический Вавилон. Готовы читать? После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы». Ну, это уже как бы рефрен того, что в 17 главе читали, да? «И цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я другой голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». «Вспомнил, значит, все, предел достигнут, и то, что до неба зашло, значит, мера наполнена». Понятно, да? «Выйди от нее, народ мой, к кому он обращается?» Это очень хороший и замечательный вопрос, потому что если смотреть в контексте конкретно этих событий, то речь идет о том, чтобы народу Израиля сказать, полностью отделитесь от всего этого Вавилона, очиститесь, потому что это прямо перед вторым пришествием Христа, прямо перед физическим возвращением Иисуса на гору Ильонскую и воцарение на горе Сион. «Значит, это прощение к израильскому народу». «Да, это в прямом контексте». Но представьте себе, что это написано в первом веке, в конце первого века. И первая церковь читает, и церковь читает эти слова всю свою историю до сегодняшнего дня, да? Это призыв вообще ко всем верующим, в Мессию, в Креста, в Машеха, в Помазанника Божьего, в Сына Давидова. Все, кто верует в Сына Давидова, должны отречься и отделиться от этой, от Вавилона, от этой блудницы, не иметь с ней ничего общего. Какие-то моменты истории церкви, это становится более или менее актуально. Тогда, когда церковь была гонима и вне системы, до императора Константина, например, что было? Гонение. Церковь не могла стать частью системы, она была вне ее, вне закона, правда? И церковь была здоровее, чем после 325 года и дальше, всего 4 века, когда узаконенное христианство было возведено в разряд государственной веки. То есть церковь, когда она преследуема, она здоровее, чем тогда, когда ей хорошо. И только стоило императору Константиновну собрать у себя в Византии, в Константинополе, епископов церквей и объявить, что эпоха, век гонений заканчивает, закончился. Евсевий, жизнеописатель и отец, и наставник духовный Константина, Евсевий, авторитетный человек для нынешней церкви в том числе, он знаете, как сказал, как написал про Константина? Он сказал буквально, что это второе пришествие Христа. Они так воспринимали, то есть после этих трех с лишним веков гонений, почти, они воспринимали, наконец, мирное отношение, спокойное отношение и, мало того, еще возведение фактически в рамках государственных организаций религий. Они почувствовали себя просто на престоле вместе с Константином. Понимаете, да? И в этот именно момент церковь становится в очень уязвимое положение. Потому что отныне, если ты не христианин, тебе занимать государственную должность сложнее. И тебе приходится притворно и формально принять христианство для того, чтобы занять ту или иную высокую государственную должность. Да? И вы понимаете, что таким образом обесценивается само звание христианина. Оно становится пропуском в хорошую жизнь на земле. Когда Владимир, князь Киевский, посылал своих ходоков, чтобы посмотреть Европу и вообще страны, и Азию, посмотреть, какую бы религию ввести на Руси, приходили эти ходоки назад, докладывая, что они видели в разных странах. И на что клюнул Владимир, князь великий? Когда пришли ходоки из Константинополя, из Царьграда. На что клюнул Константин... Э, не Константин. Владимир. На красоту. На внешнюю вот эту позолоту. На литургию. На эту внешнюю вот эту грандиозность, вот эту большую, размер, величие, с которым мало кто мог конкурировать, соперничать. И он сказал, так тому и быть. И в какой-то степени повторяется судьба Константинополя. Потому что в реку Днепр и дальше по всей Киевской Руси сгоняются насильно ходанные, потому что князь Владимир Великий сказал, издал указ, который он написал буквально, кто не примет эту новую религию, тот мне не друг. То есть враг. Потому что византийская версия это восточный ветвь римского христианства, и это то, что стало православием в итоге, греческим или русским православным движением. Вот. Понравится что-то другое Владимиру князю Великому? Пошла бы история России совершенно другую сторону, и Украины в том числе. Интересно то, что Москва была построена изначально как православный город. в отличие от Киева, который изначально был языческим городом и был обращен в христианство. И Москва была названа... Да, и Москва намного позже возникла. И Москва называется Третьим Римом. Потому что Первый Рим — это Рим Западный, Второй Рим — это Константинополь, а Третий Рим — это Москва. Понимаете, какое наследие, да? И зачем оно нужно? Мы понимаем, да, что история традиционных церквей, она мало чем может похвастаться в смысле именно христианского учения, христианского наставничества, к сожалению. И у неверующего мира, у атеистов, у них много аргументов в рукаве козырей против христианства и католического, и православного. Большим-большим препятствием принятие Евангелия является, включая евреев и язычников. Понимаете, да? Отнюдь не привлекательны для человека мыслящего, особенно пережившего гонения, как инакомыслящий человек. Потому что эти системы, обе, они тоталитарны. Потому что если ты подписываешь, становишься католиком или православным, православной в большей степени, да, к тебе, как бы, потому что эта система поменьше размером, больше контроль. католическая церковь сегодня более либеральна. Но это не меняет суть вопроса. Поэтому Господь говорит, выйди от нее. То есть это религиозная система, которая чужда Христу. Входя в католический собор, входя в православный собор, что вы находите там? Изображение и иконы, это понятно. Но устройства самого храма и институт священства, они похожи между собой. Они пытаются повторить что? Правильно. Что? Они пытаются повторить ветхозаветную модель богослужения. Я всегда говорю зеркальное отражение. Да. То есть это попытка восстановить то, что было... то есть через институт священства мы наблюдаем разделение между кланом священников, специально обычных людей, которым доступны таинства. Правильно? Или обычных людей, прихожан. И между Богом и между обычным человеком вырастает новая религиозная преграда. Это то самое, что Христос ненавидит. То самое, что Христос пришел разрушить. Потому что в момент Его смерти на кресте происходит событие, вместе с землетрясением происходит событие очень важное. Разрыв завесы. разрыв завесы в храме, разделяющий святой от святого святых. Всякий, кто видит находящиеся за завесой, не будучи священником, не будучи единственным священником на этот момент, какая судьба его постигает? Должен умереть. Но тогда, когда разрывается завеса, ни один из священников не умирает. Это завесы они восстанавливают, зашивают и обратно вешают. И она там что-то опять не начинает. То есть, это был знак, это было знамение, когда порядок вот этого сближения с Богом меняется, и это знак для священников. Кто еще мог это увидеть, кроме как они в храме внутри? Ведь люди снаружи этого не видели. Они видели Христа на Голгофе, правда? А тот, кто пытается эту завесу зашить и снова поставить преграду между святым святых и людьми, противоречит жертве Христа. Потому что о Христе написано, что Он пришел устранить стоящую посреди преграду и сделать из язычников и евреев одного нового человека в самом себе. Правда? Устрояем мир. То есть, шалом. Примирение. Это как Иосиф и братья, да? То есть, посредник, который приходит для того, чтобы самим собой открыть доступ к Богу. Правильно? Поэтому любая религиозная система, которая подражает ветхозаветной форме, совершает преступление против благой вести и Евангелия. Я еще раз повторю, всякая религиозная система, восстанавливающая преграду, совершает преступление против Христа. Поэтому Господь говорит, выйди из нее. Понимаете? Потому что любая религия ставит препятствие. Любая. Иначе религия теряет смысл. Потому что цель религии это самообогащение и власть. Вы понимаете? Христос дал не религию, он дал отношения. Он дал новое рождение в новую Божью семью. Это суть Евангелия. Для того, чтобы тебе войти, тебе не нужен священник. На земной тебе никто не нужен. Тебе не нужна жертва больше. Тебе не нужно конкретное место, куда ты придешь и совершишь эти требы или заплатишь или принесешь жертву от своего имени. Правда? Это все не нужно больше? Ну, все интересно, что сверху вниз именно от Бога идет эта разница. Инициатива. Господь же говорит, что я себя усмотрю жертву. И он усмотрел. Поэтому он разрушил. И всякий человек, который пытается снова построить, становится преступником против самого закона, потому что цель закона это Христос. И как только закон подводит человека ко Христу, если человек возвращается к их новым законам, он согрешает не только против Христа, но и против закона, потому что весь закон указывает куда. Смысл закона только и в этом и состоит, чтобы привести человека к Христу. Все. Все. Поэтому горе тем, как в Галатах написано бессмысленные, несмысленные Галаты, кто покорил вас или кто убедил вас не покоряться истине, да? Вы очень хорошо начали в духе, а теперь заканчиваете плоти, пытаясь сделаться совершенными через дела закона. Это преступление против благодати, это преступление против Христа. Только во Христе, только оставаясь в Нем, мы меняемся, мы совершенствуемся, мы приносим плод. Вне Христа своими силами мои попытки тщетны, бессмысленны и даже вредны, потому что через свои попытки я сам себя возношу и горжусь. Я начинаю хвалиться самим собой. Это же не Бог сделал, это я сделал, ради Бога, правда, но это же я сделал. Но это чем отвечает вера? Это религия. Поэтому мы видим величие, золото, и человек кажется такой мелкой букашкой на фоне всего этого религиозного величия, вы понимаете? Ты должен, должен испытывать свою ничтожность перед этим величием. Религии много. Ну, заодно. А оставаясь в пустыне на фоне действительного свода небес со звездами, перед действительным настоящим величием, вот тут ты испытываешь реальную нерукотворную богобоязнь. И ты понимаешь, что то, что человек сделал, как бы оно ни было великим, оно очень маленькое с неба. Ты просто теряешься, и ты видишь, что Бог простирает тебе руки свои неопоследованно, а своими собственными руками спасает тебя. Это и есть суть благой вести. Если мы нарушаем этот порядок, мы превращаемся в часть Вавилона. Если мы усложняем приход к Богу, приход к Иисусу, мы совершаем преступление против Евангелия. Евангелие должно быть понятным даже маленькому ребенку. И старику. Всем понятно должно быть. Не надо усложнять. Смотрите дальше. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Кто посеет, то и пожнет. Посеял ветер, пожнешь бурю. Сколько славилась она и роскошествовала. Столько воздайте ей мучений и гористей, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова и не увижу скорби. Это очень хорошая отсылка. Вы видите у себя параллельное место Исаии 47 главы. Мы сейчас не будем, потому что очень много всего еще прочитать придется нам сейчас. То есть она думает о себе очень похоже на то, что ладикийская церковь думала о себе. Правда? Видите параллельно? А в Коринфинах Павел говорит вы уже воцарились без нас. И он же иронизирует. Это сарказм. Он говорит вы на самом деле не воцарились. И ладикийская церковь ее реальное положение какое? Слепой, голый, нищий еще и жалкий. А в своих глазах кто она? Что вы, что вы? На кривую казнь не подъедешь. Понимаете, да? То, как смотрит Бог, как смотрит человек совершенно разные вещи. Зато в один день придут на нее казни и смерть, и плач, и голод и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог. Судящий ее. Вот мы вспоминали Египет, да и казни. И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали из страха перед ее мучениями и говоря горе, горе тебе великий, город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товары золотых, серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и лесон, и порфиры, и шелк, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий, и слоновые кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, и из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и миры, и ладана, и вина, и леи, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. То есть, помимо всех остальных товаров, там еще людьми торгуют, оказывается. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от тебя, станут вдали из страха, перед мучениями ее, плача и рыдами, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны, порфиру и багреницу, украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, встали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом голову свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Заметьте, что Вавилон географически он находится не на море. Понятно, да? Он находится в районе Месопотамии. Нынешний Ирак. Тигры и Фрат – это реки, рядом протекающие. А здесь упомянуто море, мореплаватели какие-то, да? Торговые пути. Веселись об этом небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Вот здесь ангел швыряет камень в море не для красного словца. Если камень большой, небо, грубо говоря, метеорит, попадает в море, что возникает? Это волна уничтожает. То есть этот город и сгорает, и потопляется еще. И уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были ведьможемы земли. Интересно, что торговлю совершает правительство. Вельможи – это кто? Правители. Это власти. Власти контролируют торговлю. Да? Ибо купцы твои были вельможемы земли, и волшебством твоим, то есть этим колдовством, а волшебство в переводе на русский язык, кто знает, что это такое? Это интоксикация. Фарма-кея. Включая наркоманию, алкоголизм и все остальное. Это и медицина, стильный действующий, и всякие вещества. То есть, это все, что приводит к изменению сознания. Это все, что люди используют для того, чтобы отвлечься, улететь куда-нибудь в остров. Да? И наркоты очень много курсируют. Через дипломатическую почту наверняка слышали про аргентинскую муку и скандал с дипломатической миссией в Аргентине. Слышали? Про 120, что ли, с лишним килограммов кокаина, которые поймали эту партию. А сколько не поймали, одному только Богу известно. И эти все, вот эти вот все кокаиновые ручейки, ведут аж на самый верх властей, в честности, в России. Потому что это дипломатическая миссия России в Аргентине. Это все потом покрывалось, этот скандал потом замяли. У меня один друг, коллега есть. Он международный переводчик и аудитор. Знаете, кто такой аудитор, да? Нет. Те, которые проводят расчет расходов, приходов, инвентаризация. И вот он однажды, я ему опишу, как дела. Он говорит, угадай, где я. Я говорю, а у него английский, испанский и что-то еще, третий язык какой-то есть. И вот он с испанским часто работает. Я говорю, ну, в Аргентине? Я говорю, дай угадаю. Не по поводу ли аргентинской муки? В кавычках. Он говорит, ну, по ней самой. И говорит архинтосы, аргентинцы, то есть, такие хитрые. Я здесь с делегацией от российских железных дорог. Для того, чтобы этот скандал с таким огромным количеством, неимоверным количеством кокаина замять, Россия решила к концу спрятать. Каким образом? Взяткой. В каком виде взятка прислали через российские железные дороги предложение перестроить, обновить, отремонтировать все железные дороги в Аргентине. Бесплатно. За счет российского бюджета. Нормально, да? Ну, говорит архинтосы, аргентинцы, очень хитрый народ. Они, помимо железных дорог, еще хотят, чтобы мы им привезли локомотивы и вагоны и обновили весь подвижной состав. Ну, правильно. Почему? Чтобы в два раза не вставать, как говорится, да? Вот, это один из примеров жучайшей коррупции на государственном уровне. Это только верхушка айсберга. Один из гигантских скандалов в Америке был, связанный с торговлей детьми с педофилией. Когда маленький остров Святого Якова, принадлежавший одному из больших продюсеров киноиндустрии Америки, использовался для того, чтобы там замарать педофилией известнейших, влиятельнейших людей, политиков Америки. Для того, чтобы их потом шантажировать и заставлять принимать решения необходимые, нужные той или иной группе политической. Чтобы они не вылезали. То есть, это коррупция, замазывание. То есть, это то, что вот мы иногда видим, как это выходит, как в Писании написано, тайна беззакония. Она уже в действии, но она полностью не откроется, пока не будет что? Не будет забран удерживающий теперь. Пока церковь не исчезнет, это все будет под таким пудом, или спудом, или так далее, как хотите, называйте, под тайной, под покровом тайны. Но все тайное становится явным. Это все часть вот этой самой грязной системы, политической, экономической. И все здесь смешано. Огромные деньги, огромная власть, которая развращает любого человека. Это торговля людьми. Вы рассказывали про то, что привезли рабынь из Украины в контейнере полуживых в Иерусалим. Это же кто-то должен был это через таможню провести. Это кто-то должен был в контейнер погрузить в порту отгрузки. Это людей везут в рабами. Это все кем-то покрывается. Кто-то на это закрывает глаза за взятку. Понимаете, сколько огромное количество соучастников в этом беззаконии. И тебе страшно становится, потому что тебе удалось увидеть маленькую часть происходящего. Слава Богу, что мы не видим всего, потому что мы иначе с ума бы сошли от того, что происходит во мраке. Как Писание говорит, что то, что они делают во мраке, стыдно вслух говорить. Это даже произнести вслух невозможно. И все это Вавилон. Это все огромный порочный круг, где человеческая жизнь ничего не значит. Деньги это мусор. Ценность это сам я, обладающий властью, обладающий деньгами. Это гуманизм в его самом развращенном извращенном понимании. В центре стоит я человеческое. Понимаете, да? Все остальное совершенно не важно. и поэтому религии используются для этого. Все рычаги власти используются. Теперь смотрите очень интересные подробности. Мы прочитали в 24-м стихе написано «В нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Можно закрыть дверь, пожалуйста? Подождите. Смотрите еще раз. В этом Вавилония мы находим кровь пророков. Слово пророк оно непосредственно связано с народом Израиля. Потому что за пределами народа израильского истинных пророков я больше не нахожу нельзя. Правда ведь? Потому что для того, чтобы быть пророком нужно быть ведомым Богом Авраама и Сиака и Якова. Единственное исключение пожалуй это Валаам который был нанят царем Валахом. Ну собственно и все. Кроме пророков и святых и всех убитых на земле. Ну мы читаем заповедь шестую не убей. Да? Но в том же законе мы видим что нужно побивать камнями до смерти нарушителя пятой заповеди нарушителя четвертой заповеди нарушителя первой заповеди нарушителя второй то есть что значит не убей? Более широкое толкование какое этой шестой заповеди? Не убей не виноватого. Но виновный должен быть казнен. То есть шестая заповедь говорит о том чтобы мы сберегли жизнь того человека который не виноват и не заслужил смерти. Понимаете? Почему был оправдан и получил вечное спасение второй разбойник? Давайте вспомним что он сказал. Это последнее было что он сказал? Что изначально он говорил? С кем он разговаривал? Мы с мужем отлично. Второй разбойник говорил первому разбойнику унимал его и говорил этот показыванный Иисуса он ничего достойного смерти не сделал. Разбойник и преступник понимал в правосудии больше и лучше чем весь сенедрен. Преступник понимал справедливость и правосудие лучше чем судьи потому что сам был виноват и он понимал что он осужден справедливо по своему преступлению так? То есть он признал свою вину признал невиновность Иисуса потом он обращается уже к Иисусу и говорит ему как как он к нему обращается? Господи кем он его называет? Господом Адунай это больше чем человек правда? Вспомни произнеси мое имя исповедуемое имя когда придешь в свое царство и этого было достаточно этого было достаточно признать свою вину признать правильность и святость Христа и попросить его ходатайствовать за тебя этого было достаточно чтобы получить спасение обещание вечной жизни правда? вот оно и есть поэтому шестая заповедь гласит не убивая невиновного но виноватый должен набереть понятно? здесь же в этом городе найдена кровь всех убитых имеется что в скобочках? невиновных потому что эта система преследует всех кто с ней не согласен подвергает их гонениям убийству включая религиозную систему Израиля Иисус говорит всех пророков которые тебе я посылал что с ними делали? то есть и Израиль и вот в этой религиозной системе является частью того что здесь описано это не просто какой-то один город потому что мы видим преследование верующих в течение всей истории человечества убийство Каина Каином Авеля на религиозной почве правда? убийство святого человека не совершившего ничего противозаконного правда? не заслуживал он смерти и его кровь от земли взывала к Богу об отмщении теперь такая жуткая картина да? в принципе все что происходит в мире слава Богу что как-то нас Бог хранит и бережет от понимания всего происходящего потому что мне не хотелось бы понимать все происходящее честно говоря все механизмы беззакония мне не хочется в это вникать потому что это это слишком это слишком это меня удручает это меня поражает в духе я не могу радоваться тому что я вижу и слышу я не могу не могу это воспринимать не помещаясь это во мне и кажется что все как бы хуже не может быть но Господь говорит мое царство не от этого мира правда? и Господь написано о нас о церкви о верующих в Иешу о Иисуса написано что Он вывел нас с царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего вывел нас из рабства в свободу мы прекрасно понимаем что абсолютно свободы не существует внутри нас есть вакуум пустота которая умоляет о том чтобы ее заполнить что у Синая было вышел народ Божий великой рукой Божьей из Египта пересек Красное море казалось бы ну что еще надо пришли к Синая да потому что мы знаем о чем речь идет мы пришли и уверовали мы хотим учиться на ошибках предыдущих поколений и на ошибках прошлого но что происходит ведь сначала перед тем как взойти Моисея на гору на 40 дней сначала происходит уникальнейшее событие потому что на склоне горы Моисей ставит 12 камней проводит черту за которую не должен народ переходить и он берет кровь жертвенных животных и кропит не просто камни он кропит народ еще раз это уникальнейшее событие где кровью народ больше никогда не будет окроплен Моисей в первый и последний раз окропляет вышедших из Египта не что-то не предметы а именно людей жертвенной крови заключает с ними завет в крови перед горой и уходит чтобы получить закон что делает народ в его отсутствии тельцы почему тельцы причем Иеравама тоже видим которая делает тоже тельцов правда что с тельцом что это такое образ чего это кто знает это переходящий образ у древних греков и у римлян бык был частью легенды непорочного зачатия и возникла такая латинская латинская поговорка которая звучит как к вам лицет йови но он лицет бови что позволено Юпитеру верховному божеству что есть эквивалент Зевса Юпитер это римский бог верховный что позволено Юпитеру не позволено быку игра слов потому что согласно этой легенде Зевс и Юпитер превращается в быка и входит к женщине и она беременеет и рождает полу бога понимаете да бык это образ силы образ благополучия образ плодородия плодовитости и он переходит как переходящее красное знамя из одной цивилизации в другую от древнего Египта до наших дней вот очень интересная забавная штука в Нью-Йорке на Уолл-стрит это вот вы знаете что такое да это центр финансовой жизни всего мира что там стоит на улице знаете натертый до блеска огромный блестящий как бы золотой телец образ финансовой мощи политики богатства скажите но это всего лишь статуя всего лишь символ это всего лишь это ерунда никто же не поклоняется не приносит ему жертвы слушайте ну разве сегодня идол это только то что мы видим разве это не и разве богатство образ жизни американская мечта это не идол разве материальное благополучие не диктует образ жизни людям даже евангелие извратилось и есть проповедники процветания финансового и телесного здоровья исцеления и все это произносится под именем Иисуса и называется евангелием процветания евангелием финансового благополучия люди без стыда и совести обирают церкви собирая из них жуткие огромные пожертвования обещая и суля им что и люди которые жертвуют в 3 в 4 в 5 раз больше чем десятины они рассчитывают на что им что обещают проценты проценты выгода то есть люди жертвуя в церковь как бы дают займы богу в расчете на то чтобы получить дивиденды прибыль назад это в корне своем что что в корне всего этого богословия лежит церебролюбие это алчность жадность ненасытность неблагодарность тем что есть я хочу больше я хочу лучше никто меня не остановит во имя иисуса христа я это получу бог сказал в 30 60 и 100 крат это ложь нигде в евангелии этого обещания нет вы понимаете и притягиваются различные вот эти вот другие места описания которые никак вместе не сходятся да и я вам давал в прошлый раз домашнее задание я почему-то больше чем уверен давайте хорошо давайте порассуждаем если вы не сделали домашнее задание давайте давайте порассуждаем слух мы пытались не жать отец мы пытались мы пытались мы пытались там столько империй смотрите я вам дал задание очень простое несложное признаки не просто локальной какой-то империи а именно всемирной империи чем что мы видим какие признаки империи мы видим в прошлом у Даниила например в Илоне император стоит во главе есть диктатор какой-то глава лидер хорошо дальше центр империи и потом периферии периферии то есть колонии периферии которые захвачены захвачены чаще всего военной силой значит вместе с лидером с этими перифериями там что есть что является гарантией сохранения империи сила какая сила армия есть две видимых две видимых силы армия и деньги так когда Иисусу спросили что нужно ли давать подать цезарю в Иерусалиме он сказал что покажите мне динарий и надпись он говорит что значит на этом изображении на этой монете какое изображение кому какому чеканному двору это принадлежит кто выпустил эту монету чья это валюта цезаря ну так отдавайте цезарю это же его цезарь то же самое цезарь это латинское слово а кесарь это греческое слово это одно и то же слово то есть кесарю кесарева давайте цезарю его а слесарю слесарев а богу божьем давайте то есть эти вещи надо разделять понятно то есть мы увидели финансовый рычаг военный рычаг есть еще не очень очевидные признаки империи философия религия какая-то а с религии что сразу прицепом идет культура культура преподается посредством языка то есть это все вместе возьмем язык культуру финансы то есть деньги денежная система военная сила язык то есть с приходом любой всемирной империи мы видим все перечисленные признаки и вот подходя к последней империи которая является продолжением ног железных с глины есть признаки рима есть признаки этой последней перри так но есть смешение с глиной ослабление структуры через то что сегодня в полной мере империи нет есть в энциклопедиях информация что последние империи двадцатого века были соединенные штаты америки но теперь это уже не так и мы видим действительно на разваленных предыдущих империй сегодня есть система это все вместе и смотрите даже чисто с точки зрения вот этих признаков взять давайте просто так самый распространенный язык мире какой то есть всякий хороший китаец учит английский не любой хороший американец англичанин учит вообще и такая поговорка чуть я буду другие языки учить пускай они английский выучат и все будет очень просто практически в любую часть мира может попасть если вы говорите на английском вы более-менее разберетесь смотрите дальше самая свободная валюта в мире какая вся финансовая система завязана на долларе правда культура есть вот мы сидим одеты по какому образцу вот ни на ком звался я не вижу европейского покроя вы сидите в одежде стиле кэжуал стиле кэжуал в европе в британии да вот такого как мы сейчас это понимаем просто не было никогда мы сидим в одежде сельскохозяйственных рабочих пришедших с плантаций даже костюмы выходного дня твидовые вы понимаете должны быть туфли должны быть там кит фетровые но туфли вы понимаете есть образец мы сидим в американской одежде это то что продиктовано вот это массовой культурой и моды это руки и синие рогушки можно гугл грузить можно театр ходить можно сырк вы знаете что интересно один из выходцев из бывшего советского союза из европы восточной когда началось движение кибуца кибуцы кибуцев в израиле он стал рисовать и он стал художником известным который рисовал персонажей типа комиксов и он нарисовал жителей кибуца фетровая шляпа рваная майка растянутые там штаны шорты какие-то ниже чуть ниже колен и сланцы драные и волосы торчащие под фетровые шляпы и он подписал срулик это в интернете есть это официальный образ вот этого комиксового персонажа вы понимаете то есть есть определенное влияние культуры музыка какая самая популярна ведь мы не мы сейчас не поем практически французский шансон правда вся музыка даже внутрицерковная она по какому образцу пишется что по американскому образцу правда то есть влияние культурное языковое финансовое всяческое мы видим да вот наследие вот этой большой большой империи политическое влияние безусловно потому что байден называют лидером любой президент не байден не обязательно байден любой президент соединенных штатов называется фактически на все больших международных предприятиях лидером свободного мира чувствуете и от выборов того кто станет президентом в этом году зависит расклад сил во всем остальном мире если подумать потому что на эти выборы смотрит китай на эти выборы смотрит россия на эти выборы смотрят вся лига или коллиции арабских государств потому что от того что будет решать америка будет зависеть то как будут себя вести все остальные страны в мире как ни крути и вот это вот к сожалению к сожалению америка в отношении израиля последнее время в течение этой войны и не только этой войны вообще и предыдущие войны в том числе америка и все мировое сообщество под америкой они фактически диктовали израилю условия мира ведя себя по отношению к израилю как к своей колонии они называют штата это по примерно штат нью-джерси по размеру чуть меньше киевской области кстати да и занимает по площади и ты смотришь думаешь вспоминайте 2008 год что случилось почему произошел финансовый кризис всемирный но это август эпизод этой вообще не никак больше тысяч восьмой год рецессия финансовый кризис по какой причине что случилось и где случилось ну наверное в америке что-то первая доминошка упала в америке это финансовый пузырь жилищные ипотеки все брали подряд не возвращая назад без гарантии банки раздавали кредит налево и направо вот если тогда казалось бы внутреннее дело чисто финансовой системы америки причем здесь остальной мир волна этого цунами прокатилась дважды весь это через весь мир просто потому что где-то в америки начали сыпаться банки из-за невозвращенных кредитов видите проблему видите проблему и сегодня весь мир смотрит и молится лишь бы только америками и это самое и финансовым и в военном и в политическом смысле лишь бы только это продолжалось дальше потому что американская система является гарантом фактической стабильности как это не нравится может не нравится кому угодно путину или синьцзиньпину неважно фактически она при папа по-прежнему так что случается с этой всей системой то есть в итоге что случается она доживает эта система вплоть до последнего дня когда христос как камень оторванной от горы без содействия рук ударяет как раз в нее в эту систему в эти ноги и вся система рушится мы видим плач по всей земле дым восходит правда и стоят торговцы вся система система финансово останавливается потому что есть те кредитные карты и которые у вас в кармане есть они принадлежат какой системе американской системе виза мастер карте остальные это это все американская система у нас ни одного нет здесь китайских карточек правда российские еще кого есть она не у нас не работает почему потому что когда когда случилось вторжение у россии на украинскую землю что произошло очень коротко не смотря на то что российские карты ты и виза и мастер карт вот так просто взяли и отключили эти карты работают только внутри россии хотя принадлежат системе виза системе мастер-карт если эта система посыпется как можно производить взаиморасчет каждая другая система эта система локальная а мир не мыслит локально уже больше потому что система эти поставки цепочки все эти это все работает из-за того что хуси то стали изъемен обстреливать пролив свой узкий стала вся торговля европейская торговля азиатская торговля стала потому что этот пролив идет куда советский канал через египет и дальше в средиземное море и дальше в остальные в остальные зоны и так короче так дешевле и египет стала загибаться потому что из этот проход советского канала ты 50 процентов бюджета египта понимаете а потому что очень слабая страна и не может быть самостоятельной потому что от того кто победит в этой войне сейчас, будет зависеть то, что будет с Египтом. То же самое с Иорданией. Поэтому они защищают Израиль в данный момент. Понимаете? И вот Господь говорит своему народу через книгу Откровения, ты должен выйти из этой системы. Это система ценностей. Это система даже религии. Потому что мы, как государство, уповаем на что? На финансовую помощь, правда? На военную помощь. Это мы так, да, мы провозглашаем, декларируем. Мы на Господа полагаемся. Но при этом мы же... По факту! Что происходит? Мы надеемся на друзей наших. И мы увидим дальше в пророческом будущем, когда бедственное время для Якова предусмотрено, мы увидим, что Израиль остается один на один против всех своих врагов. Надеяться больше будет не на кого. Генеральная репетиция вот этого предательства американской администрации интересов Израиля, это генеральная репетиция перед тем, что будет еще. Это будет глобальное предательство. Бог поразит эту финансовую всю систему и военную систему. Последняя империя рухнет. Поэтому мы не находим вот этого огромного, мощного монстра в книге «Откровения». Все события происходят на Ближнем Востоке вокруг Израиля. Понимаете, почему? Потому что Бог поразит колоссы этого, он рухнет под своим весом. Он будет гореть и потом его еще водой накроют сверху. Будет пепелище, залитое потопом, цунами. И все, кто рассчитывал, вложился, инвестировал, вложил все деньги последние, он такой, все еще человек потерял. Понимаете? Не складывайте себе сокровищ на небесах, потому что ты все потеряешь в этот момент. Потому что эта вот система процентная банковская и так далее, это все системы, осужденные Богом, потому что это деньги из воздуха. Они не заработанные. Они произведенные из ничего. Это спекуляция. Это инфляция. Это гибель для экономики. Это все, как работает этот мир. Все это рухнет. И Бог скажет, теперь, народ Божий, вы будете жить, как я сказал. Вот мы и я, и вы. Все. Что будем делать? Просить Маму небесную. Все, что останется делать, и взывать Бога. Это узкое ущелье, когда народ уперся в Красное море, задя фараон. Все. Не на кого больше надеяться. Только Божие вмешательства. И все, что мы сейчас видим, это предыстория, генеральная репетиция того, что будет. Сейчас нам дают небольшую передышку из милости. Потому что церковь здесь. Потому что христиане есть в Иране. Потому что христиане есть в арабских странах вокруг. Понимаете, что Бог о них тоже думает, не только о нас. Бог заботится о каждом из своих детей по всему земному шару. И Он хочет, чтобы мы все, когда Он придет за нами, чтобы были готовы. Он делает все, чтобы мы обратили внимание на Христа. чтобы наша жизнь прекратила крутиться вокруг материальных ценностей наших материальных ежедневных забот. Господь обращает наше внимание, чтобы мы перевели свои глаза на небеса. Господь и говорит, когда увидите начало этих событий, что нужно сделать Божьему народу? Русское слово. Воспламитесь. То есть, встаньте и посмотрите наверх. Почему? Потому что ваше избавление приблизило. Понятно? Разрушение исторического вавилона состоялось. Вавилон разрушен исторический. Руины. Дальше разрушаться будет религиозная система. И разрушена будет последняя опора. Экономическая и политическая. Все развалится и перестанет быть основанием для какого-либо жизни. Человек не будет знать, что делать. Что мне делать? Что мне делать? У меня никаких ни банковских счетов, ни карт. Что мне делать? А тут еще казни с неба летят. И язвы на теле. И всякие проблемы. И тут в начертании зверя обязаны поклониться. Это настолько узкое горлышко, в которое Бог загонит все человечество, где выбора, кроме как между Христом и Антихристом, просто не останется. Сейчас у каждого плюрализм мнений. Понимаете? Что хочу, то выбираю. Открытые геи. Я объявляю своим родителям, что я открытые геи. Один мне рассказывает. Повез своего мужа знакомиться с родителями на родину. И он счастлив. Этот человек. Господи, помилуй, помилуй, помилуй. Потому что народ Божий гибнет от недостатка видения, знания. Невозможные вещи человек делает. И не помнит. И не помнит. Не оборачивается в прошлое, что за это приходил гнев. И уже были уроки, прецеденты. Сколько можно на свои любимые грабли наступать? Прекратите. Остановитесь. Обернитесь. Опокайтесь. Вернитесь ко мне, Господь говорит. Вот это цель. И смотрите, что интересно. Две тысячи лет мир об этом знает. Церковь об этом знает. И Господь говорит, выйдите, потому что если вы не выйдете, вы будете заигрывать с этой системой. Она вас искусит. Когда жена Потифара схватит тебя за одежду, скажет, иди ложись со мной, что ты должен сделать? Бежать. Бежать. Стремглав, оставив одежду свою в ее руках. Вот что надо делать. Стив говорит это. В первом писании Иоанна, в втором говорит, в 15-18 стих. Берегите силов. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви очень. Аминь. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий боль Божию, ты бываешь в воле. Аминь, аминь. 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 И во все, что в мире, похоть воплати, похоть иче, голод и житейск, нести от отца, но от мира сего. И в этом нет любви отца. Вот это вот, да, очень. И покупающие, как не приобретающие. Да. То есть, мы часто видим цель жизни, какая у человека. Достичь какого-то благополучия, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, чтобы дети были, чтобы дети были здоровы, чтобы у меня работа была, чтобы я мог с уверенностью смотреть в завтрашний день, чтобы, дай Бог, всем нам здоровья. Но мы упускаем из виду, что это само по себе вдруг становится идолом. И когда вдруг этот идол начинает крошиться, от него отколупываются куски, мы начинаем паниковать, потому что нас мир обкрадывает, цены задирает магазин, и у тебя ты не можешь рассчитывать на те же деньги, что ты думал, потому что тебя просто их из кармана вытаскивают за то же, что ты покупал дешевле вчера. И ты начинаешь тревожиться, и тебе не хватит, на что ты рассчитывал, к примеру, да? Начинает кто-то из детей, проблемы начинаются у тебя со здоровьем. Какая реакция? Паника, страх. Почему? Ведь это причина всему этому восходящему, потому что этот мир и проходит образ его, это все заканчивается. Человек верующий, чем дальше в возрасте, он должен себя готовить к тому, что эта земная жизнь заканчивается. Надо готовиться к встрече с Господом, надо бодрствовать, не поддаваться ни панике, ни страху. Смерть никого не обошла мимо, никого, кроме Христа. И все люди, они все так или иначе идут в путь всей земли, как написано. Даже самые великие праведники Ветхого Завета. Апостолы все скончались. Но у нас есть надежда. Это надежда, которая лишает нас страха перед смертью. Потому что ученики Христа, не боясь, шли и на пытки, и на казни отдавали свою жизнь, не стыдясь свидетельствовать Христа. Потому что видели Его воскресшим. Потому что они видели, что смерть побеждена. Она ничего не значит для верующего человека. Как только ты закрываешь глаза здесь, ты открываешь глаза там. Это незаметно происходит. Это моментально происходит. Я думаю, что, открыв глаза на небе, я, наверное, могу пожарить только об одной вещи. Что так, что это может быть так, но с другой стороны, я мог бы сделать больше, пока я был на земле. Потому что этот момент реальный, он будет обязательно. Мы пристанем перед Ним, и наши дела будут взвешены. Они будут испытаны огнем. И я очень хотел бы, чтобы я мог спокойно и открыто смотреть в лицо своему Господу прямо в глаза, не стыдясь за то, что я суетился, не стыдясь того, что я превратил свою жизнь в материализм сплошной, в стальную суету. Понимаете? Центром – это возвращение фокуса внимания на Христа. Потому что он победитель. Пока ты смотришь на Христа, твоя вера растет. Когда ты сводишь свои глаза от Христа, что случается с твоей верой? Твои глаза падают на тебя, на твою жизнь, на землю перед тобой, на людей вокруг. Что происходит с верой? Она угасает. Потому что Христос является источником, начальником и совершителем нашей веры. Вера вне Христа не существует. Петра шел позади и глядя на ноги Иисуса. Но потом, это же Христос не утонул, потому что Иисус подошел, поднял его и они дошли до лодки, по воде же шли. Иисус не тащил его на себе и они шли вместе. Это нужно помнить, потому что Петр молодец. Он возвал Господа помощи и Бог не прошел мимо. Поэтому наша задача вызывать Господу и держать свои глаза сейчас ни на ком другом, кроме как на Господе. Аминь. Аминь. Помолимся? Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я молю о том, чтобы Ты простил нас, очистил нас от суеты, от страхов и сомнений перед завтрашним днем, перед войной и военными слухами. Ты сказал, не ужасайтесь, потому что надлежит тому быть, и это еще не конец. Это всего лишь предродовые муки, предродовые схватки, которые будут только учащаться, но как только мы это увидим, Ты, Господь, сказал нам, чтобы мы подняли свои глаза к небу, ожидая избавления, потому что избавление приблизилось. Помоги нам, Господь, оторвай свои глаза от ее минутной реальности, от наших нужд и проблем и перевести их на Тебя, Господь, потому что Ты не вскочил, не бегаешь вокруг престола, думая, что же теперь делать. Ты сидишь по-прежнему, выседаешь на престоле, и вся земля в Твоей руке, Господь, и все живущие на ней тоже перед Тобой стоят, и никто не скрыт от Тебя, Господь. Молимся обо всем нашем, и правительстве, и о солдатах, и об армии, Господь, чтобы единственным упованием, Господь, был Ты сам, живой Господь, который дает избавление Израилю. Не кто-то еще другой, потому что Ты Бог-ревнитель, Господь. И когда Израиль обращался к другим богам за помощью, к другим царям, Ты приходил и наказывал и давал поражение своему народу. Терпели стыд и плен и смерть за то, что не доверились Тебе, Господь. Были жадными, были материалистами, сеяли в седьмой год, просто испытывали Твое терпение, Господь. Помоги нам также в нашей жизни не строить каких-либо преград. Мы знаем, что Ты единственный посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Мы надеемся и уповаем на Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за Духа Святого. Возбуди ревность в Церкви Твоей, по всему лицу земли. Молись за верующих. Во всех странах, где есть конфликты военные, молись, чтобы неустанно молились о милости. Потому что этот весь Вавилон позорный, религиозный, финансовый, политический, с кучей беззакония, которые даже страшно произносить вслух, пытается утащить за собой и христиан. Пытайся порочить Твое имя, Господь, Твой образ. Очисти Твою Церковь, Господь. Помоги ее услышать, чтобы Церковь стремилась делать все, чтобы выйти, не соприкасаться с этой нечистотой, не быть соучастниками в делах тьмы, но и обличать, как написано. Благослови нас смелостью, Господь. Даруй нам. Дарование Святого Духа. И Слово знаний, и пророчества, и дары всяческие, Господь. Потому что нивы побелели, работников мало, неспасенных очень много, Господь. И ежедневно люди погибают, и солдаты погибают, и мы не знаем, куда они идут, Господь. Если они не приняли Тебя, идут в вечную смерть, и уже ничего нельзя изменить. И сердце крови обливается от этого, Господь. Благослови смелостью тех солдат, которые веруют в Тебя, Ишуа. Чтобы они без всякого страха перед лицом смерти и смертельной опасности спешили говорить о надежде и воскресении из мертвых. О победе над смертью, победе над грехом. Слава Тебе, Господь. Болимся о Твоей великой милости, о том, чтобы Дух Твой изливался, и чтобы сыновья Твоей, дочери, Господь Твои, пророчества видели видение, поклонялись Тебе и свою жизнь отдавали здесь, сейчас, до великой скорби, Господь. Используй нас, мы, Господь, Твои рабы. Мы пели песню. Веди и пошли меня, Господь. Пускай так будет. Используй нас, как Тебе угодно. Мы просим Тебе во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь.